всем привет ребят добро пожаловать на мой канал меня зовут лиса и сегодня у нас мукбанг мукбанг чаепития со сладеньким поэтому собирайте себе что-нибудь вкусненькое наливайте кружку горячего чая и присоединяйтесь ко мне у меня сегодня вот такие турецкие сладости мне их привезла подруга из Турции вчера с ней встретилась буквально неделю назад оттуда вернулась и вот посмотрите какая красота это рахат луку я его очень люблю кто меня давно смотрит вы знаете заварила себе уже свою любимую громадную кружку зеленый чай хорошо и о чем мы будем сегодня с вами говорить это о моем опыте работы в моделинге по комментариям вашим я поняла что вас эта тема заинтересовала в принципе это да это был достаточно интересный опыт в моей жизни поэтому поговорим сегодня немножко об этом давайте попробуем вот эту наверное первую она такая манящая с орешком тоже что такое приливает ну пробуем очень приятная текстура малиновая она по-моему сладкая а снизу кокосовая трубочка ну начнем с самого начала да как я вообще к этому пришла я очень мало интересовалась всегда модельным бизнесом знаете как девочки там часто в школе мечтают стать моделью у меня такого вообще не было я наоборот была спортсменом занималась профессиональным волейболом но в восьмом по-моему или в девятом классе получала достаточно серьезную травму спины во время игры и забросила короче говоря спорт все это дело потому что на восстановление там у меня ушло несколько месяцев у меня часть позвонков в поясничном отделе до сих пор как бы там не на своем месте ну короче такое вот ну и как бы встал вопрос чем бы мне таким себя занять и в одиннадцатом классе я тогда училась у нас у нашей семьи кем уже она нам приходилась в общем там какая-то такая отдаленная родственница которая в свое время в советском союзе работала в доме моделей то есть была вообще одной из первых моделей в союзе только тогда зарождалась и потом вот уже по в течение стольких лет она подрабатывала в модельном агентстве в модельной школе то есть там при модельном агентстве была школа она преподавала историю костюма интересный достаточно предмет кстати вот и она как бы меня туда протежировала порекомендовала меня директору агентства я пришла на меня посмотрели сказали рост вообще перфекшн параметры отлично берем вот так я стала ходить в модельную школу ну потому что прежде чем участвовать и работать в каких-то таких вещах я была вообще зеленая то есть далекая от всего этого 15-летняя девочка вот нас учили ходить нас учили говорить нас учили краситься краситься как бы это такое дело десятое но для жизни полезно ну потому что естественно зачастую на всех показах есть визажисты скажу сразу предвосхищая там какие-то ваши вопросы я никогда не считала это будущей профессией то есть это было чисто хобби исключительно хобби я не делала на это никаких ставок не собиралась там делать супер модельную карьеру мне хотелось мне хотелось серьезную профессию мне хотелось в институт поступить поэтому когда мне через год да где-то наверное через год после того как я туда впервые пришла предложили контракт в Китае какое-то там шоу полумодельное полутанцевальное контракт контракт на полгода ну меня во-первых туда бы никто не пустил семнадцатилетнюю девчулю папа сразу сказал нет но справедливости ради должна сказать что мне самой как бы не сильно этого хотелось то есть я как-то не видела себя в Китае да и страшновато это честно говоря было все вот так взять поехать хотя вроде как агентство было появившим ну в общем я не поехала вот основной наверное временный промежуток когда я работала ну наверное ли с девятнадцати так уже прям серьезно когда у меня постоянно были какие-то показы и ну до двадцати двух до двадцати трех вот я много где работала в основном конечно как подиум на модель ну рост соответствующий параметры вот хотя и в съемках в некоторых участвовала это всегда очень интересно в принципе обожаю фотографироваться я довольно сразу ну довольно быстро сразу поняла что мне нравится вот эта вся атмосфера нравилось ходить по подиуму нравилось демонстрировать одежду участвовать в всех вот этих мероприятиях это было действительно круто ежегодно у нас в Донецке проводился кстати съела даже не сказала вам вот это было вишневое и вкусно в Донецке в то время ежегодно проводился ну такой масштабный фестиваль моды назывался текстиль мода съезжали с модельерами со всей Украины из России даже из Москвы приезжали по-моему даже когда-то из Польши были ну не помню уже точно фестиваль был на конкурсной основе то есть они представляли свои коллекции часто таким образом заявляясь на конкурс мы им как модели эти коллекции показывали вот и в жюри всегда всегда присутствовал и в принципе этот фестиваль проводился под его патронажем Вячеслав Зайцев ну все это знают достаточно известная величина в мире моды российской моды ой и вот я несколько лет подряд на этом фестивале работала всегда очень интересно очень мне нравилось много у нас в Донецке было таких местечковых модельеров ну достаточно серьезных у которых были свои шоурумы часто организовывали какие-то показы в ночных клубах это тоже было достаточно интересно всегда вот в таком я участвовала один раз участвовала в конкурсе красоты это было ужасно я честно говоря всегда с самого там детства с предубеждением вот большим к нему относилась к этим конкурсам ну потому что красота это вообще такое ну на мой взгляд субъективное понятие и как может ну там грубо говоря кучку людей пять человек в этом жюри или сколько их там оценить кто из этих там девушек самая красивая ну у каждого же свои критерии красоты правда если они все плюс-минус там одинаковых модельных параметров одинакового роста а красота лица знаете это как бы такое субъективщина вот больше не соглашалась никогда участвовать в конкурсах красоты не нравилась мне эта фишка а я кстати там-то заняла какой-то призрительский симпатий что ли не помню что так давно было господи вот еще очень интересный у меня был опыт сейчас наверное донецкие ребята кто давно живет в Донецке меня поймут была у нас там такая передачка семейное лото она снималась на местной донецкой телестанции выходила по моему каждую субботу вел ее такой обаятельный толстенький дядечка всегда с усами не помню хоть видите не помню фамилию его в таком жилете он всегда был золотистого цвета короче забавная такая передача вот и там получается в студии всегда присутствовала публика передача снималась в записи и они помимо там каких-то денежных призов квартира вам всегда разыгрывалась разыгрывали еще между зрителями в зале ну бытовую технику такую мелкую там чайники тостеры микроволновки а каким боком там была я я работала девочкой которая в костюмчике выносила вот на подносике эти призы у нас там было около там трех человек все в одинаковых костюмчиков но разного цвета и мы вот по очереди значит победителям выносили там эти чайники тостеры и все такое это было прикольно потом смотрела всегда с собой эти выпуски что мне запомнилось вот из той одежды которую я за все эти годы успела передемонстрировать самое наверное запоминающийся это был показ свадебных платьев ну какая девочка да не мечтает померить свадебное платье не выходя при этом замуж мне было что-то около 19 лет наверное вот платья были все очень красивые но с вот этими гигантскими подъюбниками терпеть их не могу с тех ребят а я помню я тогда еще подумала что бедные невесты нас одели достаточно рано то есть где-то за час до начала показа и мы целый час слонялись за кулисами с девочками в этих платьях не присесть естественно потому что ну куда эти подъюбники оно такое тяжелое оно такое неудобное и я думала господи прокляла там все на свете поэтому ребята я когда выходила замуж у меня было платье без подъюбников я сразу сказала нет никогда еще помню когда-то в рамках вот фестиваля текстильмода приезжал московский модельер не помню фамилию сейчас тоже было достаточно давно коллекция была такая аутентичная что-то типа в духе дальнего севера то есть было много меха была грубая такая неотделанная кожа ну это вот из материалов что присутствовали были и мужские и женские модели то есть мы мальчиками и девочками работали и это происходило не на подиуме там была как бы такая большая сцена коллекция как бы была построена таким образом что последняя единица которая выходила это была типа невеста а все остальные присутствующие это как будто бы гости на свадьбе то есть сначала все выходили а последняя невеста шла вот с букетом это была я говорят невеста представляла из себя что-то нечто вообще невообразимое ну платье в принципе было абсолютно обыкновенное какой-то корсетик и длинный длинный шлейф но этот шлейф подкалывался изначально когда я выходила ну визуально казалось что у меня просто коротенькая юбочка с корсетом а шлейф подкалывался шнурочком этот шнурочек я держала в одной руке в другой руке у меня был букет букет невесты из лисьих или волчьих хвостов в общем меховой букет вот такой я с этим мехом шла и в общем говоря я шла с этим букетом на мне была еще фата из какого-то такого непрозрачного материала в общем я шла я ни черта не видела ну вот просто какие-то очертания сцены то есть я приблизительно по количеству шагов знаю где сцена заканчивается ну и вот уверенно туда иду несу этот букетик значит задумка модельера была такая что я подходя к краю сцены ну там делаем несколько точек позирую с этим букетом чтобы меня успели заснять на фоне сзади стоящих всех ребят одетых в эту коллекцию а потом я значит должна была так вернуться и подбросить назад девочкам букет кто-то его там ловил ну я так навесиком бросала чтобы поймали знаете а потом уже уходя я должна была сделать такой финальный завершающий полукруг по сцене и выдернуть вот этот шнурок которым была подкол эта юбка шлейф вот этого платья и он так эффектно падал и развивался значит по ходу моего движения за мной я ужасно нервничала потому что ну мало того что я ничего не вижу в этой фате мне надо у меня было несколько задач одновременно то есть удачно бросить букет назад чтобы его поймали удачно выдернуть шнурок потому что он опоясывал как бы мне ну все у меня и это надо было сделать достаточно незаметно и изящно чтобы это еще как-то смотрелось и плюс была очень-очень очень удобная обувь ну у меня вот самой рост метр восемьдесят два а там еще были шпильки где-то сантиметров наверное пятнадцать то есть они вот такие еще и маленькая платформочка о боже я просто ну я где-то там парила в ушине на этих туфлях но я справилась там в зале сидел мальчик с которым я тогда встречалась там можно было одного гостя провести на мероприятие и он мне снимал значит все это дело на фото парад круто я потом со стороны посмотрела очень даже удачно все получилось и выдернуть этот шнурок и бросить букет в общем все прошло как надо ну вот это прям запомнился этот показ показ эта коллекция еще я помню когда-то мы демонстрировали ювелирные украшения то есть одежда была там самая обычная такая непритязательная какие-то там черные платья а украшения это было вообще что-то нечто показ проходил в рамках какой-то выставки и локация была выставочный центр то есть общий зал много-много павильонов по периметру и сцена по сути поставили на подиум посреди этого зала но проблема была в том что наша гримерка где мы переодевались где нам выдавали эти украшения надевали на нас она была далеко от этого основного центрального зала далеко от подиума то есть нам для того чтобы пройти к началу подиума надо было грубо говоря пройти через столпу людей через весь зал и ну таким вот стройным шагом шли из этой гримерки к подиуму и там уже начинался показ и я помню нас вот выпускали по одному человеку с нами шел рядом охранник то есть на нас вот в гримерке нацепили всю эту красоту и значит охранник нас сопровождал через весь зал сбоку так шел бдительно вот сопровождал к началу подиума чтобы никто там из толпы не подскочил не урвал себе эту красоту украшения были красивые у меня были сережки там и колье и какой-то браслет это все так ну это был типа наборчик гармоничный такой красивый я даже не представляю сколько он стоил вот из опыта фотосъемок честно говоря ничего такого интересного вспомнить не могу ну не было ничего такого прям необычного ну была один раз фотосессия с собаками у меня это было забавно потому что ну садить их там в кадре чтобы они сидели как надо и никуда не бегали и не прыгали на меня это было сложно было забавно очень интересный опыт фотосъемки профессионально у меня был уже потом когда я уже закончила институт и устраивалась работать в банк это не совсем относится к модельной карьере но я расскажу потому что это смешно я работала первый год тогда в банке и как раз в тот год впервые банк решил к новому году выпустить серию календарей позировать для которых должны были сотрудники это было достаточно прикольно то есть на каждый месяц по одному сотруднику и какая-то интересная вот фотография ну опять таки приуроченная там к принципам работы банка то есть там комфорт клиентоориентированность еще там что-то я была мобильность и да меня выбрали вперед меня выбрали там из всех кто подавал заявки со всего банка а поскольку это было впервые такое мероприятие то желающих было достаточно много я вошла в эти 12 человек в эти 12 счастливчиков съемки проводили в Киеве то есть нужно было туда приехать на фотосессию занималась подготовкой и вот воплощением в жизнь этого календаря одно достаточно известное киевское фотоагентство вот и ну классный фотограф мне даже приятно что мне довелось с ним поработать потому что действительно профессионал своего дела в чем была задумка я на роликах уже интересно да в общем конечный ну конечный вот вариант фотографии выглядел следующим образом я на роликах еду по какой-то трассе сзади меня на фоне какой-то футуристический город я прям еду размахивая руками у меня на майке написано я мобильность вот и вот как-то все вот эта картинка такая вот прям получилось красиво но я снималась все это на самом деле на студии естественно потом уже там при фотошопе этот город эту дорогу я стояла просто на белом фоне на роликах фон скользкий ролики едут а просто стоять как бы не вариант потому что меня должны были снять в динамике я должна была размахивать руками мне должна была нога отставлена быть назад мне должен был дуть в лицо ветер в общем на меня с двух сторон фигачат два громадных вентилятора вот так вот развиваю мне волосы одну ногу мне примотали к полу ну прям к этому фону скотчем я на нее делала упор ну чтобы она не ехала второй ногой я сзади значит вот так вот загребала имитируя движение езду на роликах и размахивала при этом руками фотографировали меня сразу с трех точек они потом как-то там составляли и делали окончательный итоговый вариант но вот этот самый главный у них фотограф основной он по центру стоял и кричал ну а я еще по задумке должна была непринужденно хохотать то есть я не знаю правда кто вот на роликах когда едет хохочет ну ладно такое я художник я так вижу знаете вот я представляю как это все выглядело со стороны я размахиваю руками с одной приклеенной ногой к полу там сзади и ложью этой ножкой а фотограф меня фотографирует и кричит ну давай смейся смейся как идиотка я такая ахахаха и в общем это была феерия какая-то ребята мне на память потом подарили вот эту майку где было написано я мобильность и конечно подарили несколько экземпляров календарей их делали и маленькими настольными большими настенными у меня был и большой и маленький я до сих пор где-то он у меня в Донецке дома хранится этот календарик ну фотография естественно осталась это было очень круто так ну что я пока рассказывала короче говоря допила весь чай съела пол коробки арахат лакума так ну что подошел к концу наш мукбанг я надеюсь вам понравились мои такие коротенькие истории мой рассказ об опыте в модельном бизнесе если вам понравилось это видео не забудьте мне об этом показать своими лайками обязательно пишите комментарии расскажите о том кем вы хотели стать когда учились в школе и чем занимались в каких кружках мне будет это очень интересно всем спасибо ребята всех люблю пока 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 пока